В связи с тем, что вот вторая армия на поверку оказалась не такой уж второй, не такой уж армией, вот как раз исходя из этого тезиса, условно, все угрозы в адрес Финляндии, они вообще актуальны? То есть чисто технологически, физически, практически Россия в состоянии потянуть еще один фронт? Учитывая, что протяженность границы очень внушительная. Да, там порядка 1300 километров, новая граница уже с будущим членом НАТО России угрожает. Я думаю, что по угрожать в информационном поле Россия способна. Но учитывая то, что Финляндия, скорее всего, будет принята по ускоренной процедуре, и то, что сейчас уже часть контингента и вооружения может быть отправлена в Финляндию, то есть, грубо говоря, через месяц или там через полтора месяца Россия будет разговаривать или граничит уже с новым членом Альянса. Россия не будет воевать со страной-членом НАТО. Это я вам точно говорю. И Путин, кстати, в своем обращении 9 мая, он именно эти аккуратные, эти фразы и зашивал. Он говорил, что мы не хотим глобальной войны, мы не хотим противостояния с общемирового, третьей мировой и так далее. Россия просто физически не потянет эту войну. Мы прекрасно понимаем, что противостояние с НАТО ставит полностью крест на Российской Федерации. А то, что Путин говорит, что да нам все равно, мы всех в ядерную пыль сотрем и как-то еще там, он врет, он лукавит. И человек, который хочет стереть всех в ядерную пыль, понимая, что в ответ прилетит такая же точно ракета и сотрет его в ядерную пыль, вот этот человек, он не строит километровых бункеров и не строит себе подземные дворцы с подземной частью. То есть он очень хочет жить. Он делает над собой всяческие манипуляции, чтобы выглядеть как-то получше. Поэтому Путин умирать не хочет ни в какой рай, ни в ад. Тем более Путин не верит. Он как КГБшник, он абсолютно не религиозен. Поэтому я думаю, что все это ложь абсолютная про то, что мы готовы на какое-то жесткое противостояние. И по технологической составляющей, по технике, по живой силе, по мотивации, весь мир увидел, что есть на самом деле российская армия. Это сборище мародеров, убийц и низкомотивированных бойцов, которые при первой возможности засыпают сахар в топливные баки своей техники, чтобы просто не ехать на убой. Поэтому никакая мобилизация, ни скрыта, ни открыта, не спасет Россию от поражения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 18 в Украине. Зі Львова Александр Стасишин. Новини сьогодні. Украина 24. Зі звільнених сіл Чернігівщини. Олексій Продаєвода, Олександр Давиденко та Роман Ведмеденко. Про все важливе дивіться зараз. З Одесси Діана Федотова. Украина 24. Триває загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Ось тут ви бачите, наскільки низко лягали осколки. Разом до перемоги. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор